Ох, пиздец, блять, как весело будет! Минетчики, чертовы, блять! Привет! Записать этот видос меня смотивировало недоумение пары подписчиков и сотни, а также друзей, у которых после видео немного о блогерах остались вопросы относительно моего мнения про научпоп. И действительно, для полного понимания картины, почему же научпоп говно, я привел недостаточно много аргументов. Сейчас исправим! Для начала вам нужно понять, что же такое научпоп. А научпоп это изложение в общедоступной форме распространения каких-нибудь идей или знаний среди широких слоев населения. Настоятельно рекомендую, прежде чем делать какие-либо выводы, досмотреть ролик до конца, потому что если бы я моментально озвучивал все мысли при разборе конкретного момента, ролик бы мог превратиться в кашу. В конце у тебя останется намного меньше вопросов, чем если бы ты посмотрел только половину. Глава первая. Способ популяризации. Первое, что бросается в глаза, это способ популяризации, а именно массовое вливание информационных помоев в головы прилипших голубым экраном обывателей. Примитивизация науки, профанация и вульгаризация, кастрация, акция и так далее. Ни на одном канале я не нашел какой-либо структуры, как, например, делают в школах, где детишек сперва знакомят с буквами, цифрами, а уже потом и различным манипуляциям с онами. В то время как научпоппер не знакомят человека с наукой. Они не говорят, что его ждет, если он захочет вкатиться в эту самую науку. Они просто-напросто берут и рассказывают разного рода информацию, которая рядовому гражданину никогда не пригодится. Можно даже сказать, что искажают ее суть. Ведь когда человеку простым языком объясняют науку, они осознанно или нет, косвенно скрывают ее истинную суть, потому что наука сама по себе сложна. И авторам учебников, формул и тому подобных вещей это знакомо. Они не пытаются красивее подать информацию с мемчиками и с михуечками. Они предоставляют ее в чистом виде, как она есть. Но зрителю научпоп-контента это неинтересно. Ему хочется получать знания по принципу кормления ребенка, когда мама может приготовить еду, сделать ее внешне привлекательной и засунуть в рот, еще и помочь проживать. Романтизация науки как способ популяризации может заинтересовать разве что гуманитариев, которые, придя в науку, будут делать максимум научпоп, также заботясь об оформлении картинки, жестикуляции, шутках и прочем говне, не имеющем к науке никакого отношения. Для популяризации необходима структура, согласованные действия ученых и условных блогеров, как СМИ, дабы составлять грамотный сценарий во избежание вульгаризации и преподнесения науки, не порочая ее всевозможной эзотерикой. Сейчас же наука находится примерно на уровне комиксов, которые интересно почитать, полюбоваться красивенькими видами космических тел и явлений. Ее превращают в ширпотреб для публики, последнее же воспринимает только язык шоу. То есть на ютубе наука не учит, а развлекает, превращается в зрелище. То есть практической ценности такой способ популяризации не имеет, потому что не отвечает на главные вопросы, с чего начать погружение в науку, какая дисциплина легче для новичка, зачем этим заниматься, что это дает, да и в конце концов, что вообще делать со всеми этими знаниями. Науку в том виде, в котором ее представляют блогеры, можно сравнить с рекламой пива, в котором ты узнаешь, что такое хмель, солод, как варят пиво, но при этом само пиво не выпустили, да и вообще ты школьник, трезвенник, но зато узнавший пару фактов. Научпопер может возразить, мол, так я просто делаю науку популярнее, показываю, какая она классная, чтоб все вообще на свете хотели ею заниматься. Ну, будем честны, о науке знают все, но не всем она интересна. А почему? Вот пара причин. Первое самое очевидное, у людей просто есть другие заботы, да так бывает, им не нужна наука, она их жизнь лучше не сделает, но хули холопом, они же, окроме науки, ничем в жизни не интересуются. Поэтому некоторые научпоперы, как и их снобская аудитория, пытаются их просветить, порой очень даже настойчиво. А если вы вдруг не захотите слушать, то что о вас подумают? Что вы просто дурак, и поэтому не хотите получать эти особенные знания, делающие из вас не быдло. Вторая причина кроется в том, что наука сложная, поэтому людям не хочется в это вникать, и научпоперы преподносят ее якобы легко и доступно, после чего может показаться, будто наука это легко и просто. Достаточно просто ее изучить, но... Нет, сама наука от этого проще не становится. На мой взгляд, одна из основных проблем кроется в том, что наш православный научпоп выбрал неправильный вектор развития для популяризации науки. Более того, такой способ носит скорее негативный окрас, и бы убирать самостоятельную тягу к знаниям. Да и зачем она вообще нужна? Ведь тебе и так все расскажут, покажут, интересненько так преподнесут и подумают за тебя. Зачем интересоваться чем-то конкретным, когда можно просто слушать все подряд? Главное только, чтобы это была наука! На этот вопрос я отвечу в следующих главах. Со временем книги начали становиться другими, ушли толстые журналы, но воспрял глянец, погибли книжки сделай сам, а взамен родились пособия для чайников. Также научпоп стал скорее развлекательным, нежели образовательным. Сам принцип научпопа делать из сложного простоя не имеет никакого смысла, потому что наука остается сложной вне зависимости от того, как просто ее преподнесут для зрителя. Но правда ли доносимая ими информация так сложна для понимания? Давайте-ка проверим. Глава 2. Научпоп и упрощение науки. В качестве примера я возьму парочку видосов от популярных научпоп деятелей и проанализирую их. Эти видео я хотел взять из недельного топа, который приводится сообществом Сайтопус, состоящим из научпоперов. Но эти ебаные в свой недельный научпоп выставили новости, после чего я усомнился в качестве этого топа. Как будет выглядеть анализ этих роликов? Я возьму видео, вырежу из него все смешные моменты, вылью воду и оставлю только информативную часть, которую после я попробую найти самостоятельно, так как будто этого ролика нет и никогда не было. Если же для вас суть научпопа заключается в ранее упомянутых повествовательных мелочах, то с таким же успехом вы можете слушать репок Семирона или смотреть видео Дмитрия Шилова. Вы ничего не потеряете. Итак, приступим. Ладно, шутка. Первое видео от Хубля. Щито было обнаружено на Нептуне. Реальные снимки. Вырезаем все лишнее, оставив только информацию, как говорится, по существу. Было 10 минут, стало 3 минуты. Я не шучу, там больше ничего нет. Он там 7 минут медленно, с театральными паузами, под музычку, рассказывает про Тритон и что вообще за Нептун такой, при этом назвав ролик «Что было обнаружено на Нептуне?» Реальные снимки. Тому, что же было обнаружено на Нептуне со снимками, уделено 3 минуты, 2,5 из которых он просто вставил нарезку со снимками, блять, и под свое молчание. И музычкой, конечно же, без нее в научпоп-видео никуда. Ну, я думаю, вы поняли. Дальше показывать нет смысла. Судя по комментариям, ни я один не доволен этим говном. Что не мешает Сабжу иметь полмиллиона подписчиков и в целом положительную статистику канала. В частности, этого видоса. Настала пора проверить, как сложно получить ту же самую информацию, будучи обычным человеком. 24 августа 1989 года Voyager 2 начал транзит мимо заледеневшей сферы и прислал на Землю ценнейшие фотоматериалы. В частности, аппарат зафиксировал большое темное пятно. Титанический антициклон, сходный с Епитерианским. Увидел перистые облака Нептуна? В общем, вы поняли. Кстати, еще немного покопавшись, я узнал, что все кадры он спиздил из документалки 2013 года. То есть, по сути, актуальность его ролика остает на несколько лет. В верхнем слое атмосферы мы наблюдаем гигантские облака несколько тысяч километров в длину. Они принимают форму лент из-за высокой скорости вращения планеты. На полюсах планеты наблюдается явление авроры или полярное сияние. Что в сухом остатке? Информация есть, снимки есть, ну и зачем я смотрел 10 минут видео этого п***а? Подождите. Последующее наблюдение Хаббла в 96-90... Я все понял. Оказывается, это Википедия ссылается на исследование этого канала, а не наобор... Блядь, ладно. Не буду томить ваши ожидания идиотским юмором. Я же все-таки не научпоппер. Второе видео принадлежит Яну Топлес. И посмотрев его последнее видео, я должен узнать больше про парадокс корабля Тесея. Однако, небольшая такая маленькая проблема Топлеса заключается в том, что он... Потому что, во-первых, у парадокса, о котором он рассказывает, нет конкретного решения, посему ценность ролика нулевая. Во-вторых, информация, о которой он рассказывает, совсем несложна, хотя сам Топлес в этом же ролике говорит следующее. Знаете, я здесь заметил, не знаю как вы, но я со своей командой проводим каждый день колоссальную работу, ныряя в сложную информацию и на простом языке рассказываем вам что-то новое и захватывающее. И вот так вот каждый день. Это наша главная задача. Но иногда, честно, я так устаю, и все так устают, что хочется бросить все, забить на все и перейти на другой контент. На какой-то вот такой, типа вот прям тупой, такой вот. Выбери правильный планету, чтобы выжить. Если кто не понял, это отсылка к видео по типу «Выбери правильный бассейн, чтобы выжить». Но к сравнению мы вернемся позже. А сейчас разберем всю хуйню, что он тут наговорил. В-третьих, назвав видео «Парадокс корабля Тисея», он всего четверть видео уделяет основной теме ролика, зачем-то углубляясь в историю тех примеров, которые будет приводить. Хотя, что здесь, что у Хаббла одна и та же проблема. Почему нельзя просто называть свое видео «Парадокс корабля Тисея», «Ноттердам», «Дрезден», «Библия», «Возграшение собак», «Гей», «Фуд-ветиш», «Глотать азиатки», «БЛЕЙ» На самом деле, вопрос подлинности интересовал еще философов античности, и они описывали его парадоксом, которому дали имя корабль Тисея. Подлинно он звучит так. Вот так подлинно звучит вопрос подлинности. Че? Мне кажется, или он перепутал слово пояснение и слово подлинность? Научпоппер веселей, простое сделает сложнее. Научпоппер... Греческий герой Тисей сплавал на Крит и победил там Минотавра. А когда вернулся в Афины, местные жители решили хранить его корабль в порту как памятник. Но вот проблема. Судно начало гнить, и в нем меняли доски. Но такие же, только новые, одну за другой. Со временем в нем не осталось ни одной исходной доски. Вопрос, является ли этот корабль кораблем Тисея или больше нет? Дабы не списывать слово в слово, топлиц решил придумать парочку своих примеров. Давайте же их оценим. Хотя перед этим нужно еще пару раз насладиться его списыванием. Все старые доски собраны, и из них построено точно такое же судно. Какой из этих кораблей следует считать подлинным? А как быть с тем фактом, что мы сами представляем музей самих себя? Ведь клетки нашего тела постоянно обновляются. Эпители желудка и кишечника полностью обновляются за несколько дней. Печень регенерируется примерно за год. И только некоторые нейроны, например, в зрительной коре, остаются на месте с рождения. И все же, 95% досок внутри меня уже не те. Причем в том, чтобы черпать мысли из сторонних источников, нет ничего плохого. Я и сам нередко использую полученные знания из книг для своих роликов. Но, во-первых, нахуй нам нужны такие научпоперы, если цена им один запрос в гугле. Во-вторых, ради нас, ради подписчиков, если ты просто пересказал статью из Википедии. Совет на будущее. Если ты хочешь бездарную халтуру выдать за колоссальные старания, попроси рекламу у Логвинова. На самом же деле, дело в том, что Топлис сам искусственно усложняет подаваемый материал. Но об этом мы поговорим позже, когда послушаем его собственные примеры. А перед этим я предлагаю посмотреть, как Ян охуительно повествует, углубляясь в историю тех примеров, которые он приводит. 15 апреля 2019 года вот совсем недавно сгорел собор Парижской Богоматери. Один из символов европейской цивилизации, которому почти тысяча лет. Пожар полностью уничтожил крышу, деревянные перекрытия и обрушил шпиль. На восстановление Мотр-Дама потребуется 15 лет и 1 миллиард евро. Пожар в Мотр-Даме огромная трагедия, но некоторым храмам повезло еще меньше. В конце 45-го авиация союзников практически стерла с лица земли город Дрэн. Сначала они сбрасывали фугасные бомбы, которые срывали со здания крыши, а затем зажигательные снаряды, поджигающие обнаженные перекрытия. В результате образовался огненный смерч с температурой полторы тысячи градусов. Смотрите, это ужасное зрелище. На солнце 5700 градусов. От города, конечно же, почти ничего не осталось. Смотрите, это Россия. Молодые люди выстроились в очередь за новыми кроссовками Изи Буст от Кани Веста. Люди ждут дропы месяцами, а потом за сутки занимают очередь, чтобы купить оригинальную модель за 16 тысяч рублей. Но можно купить реплику без очереди за... Волей-неволей, слушая весь этот информационный понос, ты думаешь, а при чем тут температура солнца и тисей? Где? О чем вообще ролик? Что? Интересно, зачем это делается? Может, для хронометража? Потому что видосы дольше 10 минут ранжируются ютубом лучше. Хотя, у тебя и реклама на 2 минуты, и концовка еще на 3 минуты, которая к теме ролика вообще не относится. А может, он просто долб... Напишите, пожалуйста, свои догадки в комментариях, чтобы видосы лучше ранжировался. Ну, а теперь мы послушаем собственные примеры от Яна. Представьте, первый комикс о Халке, в котором он был просто серым и просто очень сильным. И смотрите, проходит много лет и комикс «Мировая война Халка», в которой он чуть не уничтожает планет. Это два разных Халка. Мне одному кажется этот пример некорректным, потому что Халк, он просто проходит по сюжетной линии комикса. Сама его суть не меняется, он остается таким же тупым и сильным. Возможно, в будущем ему даже удастся стать депутатом. Но как быть с группой «Блестящая», в ней успела побывать разных 18 девушек, хотя в клипах было по 4 девушки, а на сцене всегда забивали на то, что есть еще одна и пенят только втроем. Виагре тоже переполох, там пенят 16 девушек в 17 разных сочетаниях, а в 2013 году ненадолго появилась вторая Виагра. Посмотрите, как всем глубоко плевать, кто-то на сцене. Это какая-то магия, зрители как будто бы по-настоящему под Виагра. Этот пример тоже неуместен, потому что сложно привязать суть группы к конкретным ее участницам. Как показывает практика, замени любую из них, всем будет похуй, потому что это будет та же самая Виагра. На мой взгляд, более интересным музыкальным примером послужило бы упоминание исполнителя Гэри Мур, начавшего с блюза, после перешедшего в хард-рок и вернувшись обратно, а также в 97 году сменив гитару на вокал. Остается ли суть музыканта прежней, учитывая смену музыкального вектора? Вот тебе и парадокс Тесея. Дело в том, что Ян намеренно приводит такие ебнутые примеры, потому что хочет создать видимость того, что тема сложная. Одно из предложенных решений парадокса заключается в неопределенности понятия «тот же». В зависимости от того, как ты его трактуешь, будешь получать разные ответы. Именно такое решение, которое, к слову, не является верным, решил использовать Ян, потому что, используя такое решение, ты можешь привести абсолютно любой пример. Скажем, вселенная появилась 13,7 миллиардов лет назад, но с тех пор в ней зародилось множество галактик, оказавших свое непосредственное влияние на вселенную, и она изменилась. Удивительное и очень красивое место парк Горикова сильно изменился. Раньше вход был платный, сейчас же это другой парк, потому что прошло 10 лет, и заканчивая совсем абсурдным. Человек поел, теперь это другой человек. У этого парадокса есть два предложенных решения, одно из которых является довольно логичным и понятным, пусть и спорным. Если бы топлис основывался на нем, ролик бы перестал быть типа сложным, поэтому Ян выбрал второй вариант, чтобы напихать в научпоп ролик побольше метафизики на 14 минут, но потом все-таки вспоминаешь, что... есть ведь и второе решение, которому он уделяет ровно 6 секунд. Получается, что люди договорились считать вещи подлинными, если в них сохраняется изначальная суть или идея. Однако же и это решение спорно, ибо согласно философской школе Аристотеля есть еще две описывающих объект причины форма и материал, а спорно решение по причине превалирования сути над формой и материалом. Но зачем об этом упоминать, лучше сделать вид, что смог решить парадокс. И вот тут начинается самое интересное. А задумайтесь, почему мы вообще паримся о подлинности Найков или Суприм? Откуда у нас такое желание наделять все сущности? И здесь я с Яном соглашусь, это действительно самое интересное, и потом вы узнаете почему. Давайте же, наконец, послушаем выводы. Ученые ставили эксперименты на тех, кто еще доверяет своим инстинктам. На детях. Детям убедились, что есть копировальная машина, которая копирует все, что в нее положит, и предлагали им ее испытать. Дети с удовольствием копировали ложки, вилки, но на самом деле ученые просто клали вилки из одного икеевского набора. Дети не сомневались в том, что копировальная машина работает. Когда детям предложили клонировать хомячков, ученые подкладывали другого, но очень похожего хомячка. И дети уже не хотели дружить с этим хомячком новым, потому что это другой хомячок, у него другая душа. Но самое интересное произошло, когда детям предложили клонировать их собственные игрушки. Любимые игрушки. Они наотрез отказывались сделать это, ведь потом непонятно, где настоящая, а где нет. С кем идти спать, да? Если возьмешь ненастоящую, все это трагедия. Понимаете? Когда дети привязались к животным или к игрушкам, они наделяли ее невидимой сущностью, которая не была у других. Получается, у нас в природе коллекция футболок-футболистов, идолопервобытных племен, мощи Ленина, за которыми выстраиваются очереди, конечно же, Суприн, Найк и прочие бренды, все это не более, чем сущности, которые мы сами наделили ценностью. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Начнем с того, что он ссылается на книгу, рассказывающую об исследованиях, а не на сами исследования. Мне похуй. Мне стало интересно, а в чем проблема найти эти исследования и перевести их в пример? Когда я решил самостоятельно найти эксперимент, я понял, что Топлис обосрался. Дело не в наделении предметов бренда сущностями, а в эффекте владения. Мне похуй, понимаешь? Как вы поняли, видео я нарежу, оставив только самую суть. Полную версию вы найдете в описании. Вкратце объясню суть. Дело в том, что Топлис рассказывает про то, почему же нам так важны брендовые вещи. А это стремление обусловлено эффектом владения, про который рассказывает Кристофер Джаррид, а не тем, что у кроссовок есть душа. Человек хочет заполучить оригинал, дабы выделиться на фоне остальных, ибо жажда уникальности в нас огромна, а также человек просто кайфует от ощущения своей причастности к чему-то крутому. Как, например, брендовые уникальные вещи, вот и весь простой ответ. И ведь над этим говном работала целая команда. Это хорошо демонстрирует уровень научпопа. Вы можете сказать, мол, ты просто вырываешь из контекста, тебе нужно посмотреть все ролики за несколько лет, и только тогда твоя оценка будет объективной, и вы имеете право на это мнение. Но, чтобы я вам поверил, давайте-ка вы сами проверите все остальные видео всех научпоперов, а потом запишите опровержение с контраргументацией, и тогда я сразу же признаю, что был неправ. Так чем же такой научпоп отличается от видосов с бассейном? Вы якобы узнаете что-то новое для себя. Но добавь в видео с бассейном связку всратых фактов, он по смысловой нагрузке не будет ничем отличаться от научпопа, потому что в последнем случае даже не упрощает информацию, а просто ищет сайт, где ее упростили за них. А почему? Потому что это самые обычные, такие же, как и мы с вами люди. Представьте себе. Они не защищали докторскую, не писали научных работ, но строят мину на манер научных просветителей, хотя ту информацию, что они нам скармливают, мы можем найти сами и всего за пару минут. После чего возникает вопрос, чем вы-то хуже? Мне похуй. Третий ролик принадлежит Побединскому. На этот раз все сделаем быстро. Название. Что если молния ударит в самолет? Убираем все лишнее, слушаем. То что происходит с самолетом, когда у него попадает молния? Во-первых, сама обшивка самолета, изготовленная из алюминиевых сплавов, отлично проводит ток. Поэтому молния идет именно по ней, не задевая пассажиров. Во-вторых, корпус самолета работает как клетка Фарадея. Внутри нее не может попасть не только электрический ток, но и электрическое поле, что очень важно. Специальные электростатические разрядники. Это, можно сказать, маленькие громоотводы. В полете с них стекает лишний заряд, что уменьшает вероятность попадания молнии. Баки заполняются нейтральным газом, азотом или углекислотой. Так что поджечь современный авиалайнер молния не может. Молния не может поджечь авиалайнер. Благодаря оборудованию грозовые тучи можно задоджить. Как сложно получить эту же самую информацию? Вбиваем запрос в гугл, открываем первую ссылку, что мы видим? То же самое, что было в видео и немного больше. Молодец, продолжай. Очень полезное видео, как и все остальные на канале. Резюмируя данную главу, можно сказать, что цена научпопперу один запрос в гугле. Если же вы не способны гуглить, то научпоп ваш выбор. Да, иногда приходится немного поднапрячься и сделать аж два или даже три поисковых запроса, но если вы действительно интересуетесь темой, то вам это не заставит труда. Если бы такой научпоп просто не существовал, люди бы не потеряли ни долики информации. Глава третья. Научпоп как просвещение. Есть такой ютуб-деятель под названием Артур Шерифов, который снимает научпоп-ролики на смешанную тематику, то есть об абсолютно рандомной хуйне, которая взбредет в голову. Как и я! Отличает нас разве что отсутствие у меня хорошего оборудования, приятного голоса, миллионной аудитории, девушки. Пиздец обидно. Ну и то, что я высказываю собственные мысли, как уже упоминалось ранее, иногда подчеркнуты из книг, но они являются дополнением, а не основой, и тем более неполноценным роликом. Так-так, подожди, убери дизлайк, я понимаю, что ты хочешь сказать. Шерифов это святой человек, он помогал людям подготовиться к ЕГЭ. И я решил это проверить, вбил на ютубе Шерифов ЕГЭ, открыл объяснение девятнадцатого задания, и мне сразу в глаза бросилась халтура. В уравнении на доске написан плюс, а здесь уже минус. А также сравните то, что он говорит с тем, что находится на экране. Это х квадрат минус 72х плюс тысяча... Соответственно, здесь мы будем иметь число 758, и тогда сумма даст 10062. 5х квадрат минус 4х. Глядя на все это, я бы предпочел себе более ответственного преподавателя. Все это говорилось при монтаже. Он все эти ошибки не заметил, или ему было настолько похуй, что он решил не переозвучивать. А я отвечу, и то, и другое. Потому что он сделал ремарку, увидев одну из ошибок. 5х квадрат минус 4х. Давайте я напомню вам, что это за функция, как мы ее обзывали. Куб от х это минимально возможная сумма х чисел, которые заканчиваются на тройку. Это всегда будет 5х квадрат минус, простите, 2х. Здесь 2х, да. Не будь вы ленивым уебком, смогли бы самостоятельно найти разбор заданий для ЕГЭ по той же математике. Вдобавок, тут разбирают не только простые задачки, а большинство других примеров и посложнее того, что разбирал Артурка. Поэтому, если ты используешь этот аргумент в защиту Шарифова, пробанное послание. Барий ради азот, серо-уран углерод калий, мышьяк серо. Надеюсь, как зритель научпопа ты сможешь разгадать этот нехитрый шифр. Артур Шарифов хочет быть научпоп-просветителем. В какой-то момент я стал понимать, как сильно может на тебя давить чувство ответственности перед большой аудиторией. Я снимаю познавательные ролики и, конечно, я мечтаю, чтобы я был популяциатором науки. И есть какая-то голубая мечта о всеобщем просвещении. И, конечно, я понимаю, что эти цели, они недостижимые, но это какая-то вещь, которая заставляет тебя работать постоянно и которая никогда себя не исчерпает. И для всех остальных научпоп-блогеров, кто хочет быть таковым, а тем более для их аудитории, я хочу попробовать посмотреть ролик Шарифова, самый новый, который вышел после его грез о всеобщем просвещении. После просмотра я попробую измерить уровень познавательности, а также разобрать, что это вообще за просвещение такое и как оно поможет мне быть умнее. Если только вы не в состоянии зафиксировать задержку в две стотысячные доли секунды, а поезд будет двигаться со скоростью десять километров в час, блядь, и тут то же самое. Как можно ронять кал в каждом ролике и при этом оставаться настолько чистым в глазах своей аудитории? Первостепенной сутью научпопа должна являться информация, но Шарифу настолько похуй, что он вот так вот безответственно подходит к созданию роликов. Но зато он заботится обо всем второстепенном. В мимике, жестах, прическе, картинке, графике к этому нет претензий. Да вот только где то самое просвещение, о котором ты толдычишь в своих роликах? Где работа над собой? Все потому, что скорость звука конечна. Скорость света очень велика. Галилей и его помощник стояли на двух холмах. Расстояние делится на время и получается скорость. Из какого-то гаража далеко от меня мне навстречу с Рафицей в десять секунд выезжает автомобиль. Тогда каждые десять секунд мимо меня будет проезжать автомобиль. Вы существуете чисто математически с ли в таком поезде я подброшу мячик вертикально вверх, он приземлится прямо мне в руку. И не важно, что поезд движется относительно земли. Так в чем же суть ролика помимо охуительных историй? В специальной теории относительности. И Артур решил на ее основе сделать ролик. Но нелепа сила заключается в том, что подобных роликов можно сделать ввоз и маленькую тележку. Как и в случае с обычной теорией относительности. Например, так. Все мы знаем, что камни твердые, но так ли это на самом деле? Да, для нашего тела является чем-то невозможным. Просто взять, да и, скажем, раскрошить камень в своей руке, ибо для человека камень является слишком твердым. Но если бы мы были гамма-излучением, то мы бы прошли сквозь камень и не заметили этого. Так же, как и для рентгеновских лучей, камень не будет являться твердым. Так какое же он на самом деле? А никакое, ведь все относительно. И ответ будет зависеть от того, кому задавать вопрос. То есть, чтоб вы поняли, я повторю, подобные ролики с уже существующими законами можно клепать сотнями, десятки минут, чтобы лучше ранжировалось. И делая вывод за одну-две минуты. Есть ли в этом какой-то смысл? Не-е-е, для новичка, который не ознакомился даже с одной тоненькой княженцей по физике, да, смысл имеет. Так же, как и для домоседа в плане спорта имеет смысл просто походить часик на улице, какой-то результат да будет. Но это ведь не значит, что подобный ролик об улучшении своего тела будет являться чем-то классным. Так же, как и этот ролик о теории относительности не является чем-то новым. Это банальная халтура. Кстати, помните, я говорил, что нет претензий к оформлению картинки? Так вот, они есть. Существование, но они оказались правдой. И спасибо за многие из этих плиц. Мир, в котором ты живешь, мир, частью и продуктом, которого ты сам являешься, кажется... Чтоб вы понимали, это переход. И этот збан не смог его нормально стабилизировать в ролике. То есть, даже над картинкой, блядь, не запаривается. Ему вообще поебать! Нет, это так не работает, ибо скорость светового луча остается неизменной. На скорость света специальная теория относительности не действует. Нахуй ты это говоришь, если потом сам же опровергаешься. Тебе вообще что ли похуй? Скорость света не меняется, и не важно, в какой инерциальной системе отчетом вы находитесь. Итак, перейдем к основной теме данной головы под названием научпоп как просвещение. Что же такое просвещение? К сожалению, я не могу залезть в голову к этим дебилам и понять, как они понимают это слово. Посему, обращусь к Википедии. Просвещение, передача распространения знаний и культуры, а также и система воспитательно-образовательных мероприятий и учреждений. Если по-простому, как любят научпоперы, это когда человек передает знания, культур, а также воспитывает и образовывает. Причем упрощение под стать научпопу, пересказать то же самое, только без лишних умностей. Если верить Канту, то степень просвещения можно измерить по способности самостоятельно мыслить. Это опять же, если по-простому. Судя по положительной статистике уже разобранных нами персонажей, просвещать у научпопера выходит весьма хуёво. В одной из следующих глав я попробую предложить способ улучшить подход к популяризации науки. Как по мне, тогда просвещать получится гораздо лучше, если в вопросе дефиниции слова просвещать довериться Канту. Прямо вылитый Кант. Ну, не философа, пизда ебать. Способ просвещения у этих научпоперов, как вы заметили, заключается в высказывании научных фактов и статей разной направленности. Как нам говорит Википедия, у просвещения есть разные направления культурное, половое, санитарное и так далее. К какому виду просвещения можно отнести научпоп в том виде, в котором мы его имеем на данный момент. То есть, пересказывание различных фактов, рассказы о космосе, скорости света и прочих вещах. Половое просвещение нужно для того, чтобы молодежь могла осознать последствия, например, незащищенного секса. Культурное просвещение необходимо для того, чтобы человек понимал, в каком обществе он находится, как себя нужно и как не нужно себя вести. Для чего нам нужен научпоп в том виде, в котором мы его имеем сейчас? Делать людей умнее? Но тогда, исходя от обратного, можно сказать, что люди, не имеющие этих знаний, тупые? Дело в том, что в плане просвещения, да и обучения как такового, научпоп только мешает, так как создает у зрителя ложное чувство знания материала. В особенности, этим кишат 10-минутные видосики, вливающие потоки инфоговин в неокрепшие головы аудитории. Принцип примерно следующий. Некий персонаж смотрит видос, в котором поясняет за сложную тему простыми словами, после чего у индивида складывается четкая картина осознания и прозрения, а в голове отмечается галочка «Теперь я это знаю». В будущем же, когда представится возможность изучить эту тему подробнее, например в школе или универе, или просто послушав действительно знающего человека, индивид не будет воспринимать информацию четко и всерьез, так как у него в голове уже отмечено «Знаю». А зачем повторять изученное? Более того, со временем картина становится только хуже. Поначалу, индивид помнит материал из видео почти полностью, но вот через месяц может уловить только общую идею, через год максимум какую-нибудь ключевую фразу, через два останется только отмеченный в голове пункт «Знаю». Ложные знания помогают почувствовать себя умнее, умнее при этом не становясь. Также ими можно кидаться в так называемых кухонных беседах для поддержания диалога. Получив поверхностные знания, ты несомненно будешь знать больше, чем те, кто не получал эти знания вообще, но также ты будешь знать меньше, чем те, кто прочитал целую книгу, точно так же, как и человек, который будет отжиматься один раз в день, будет спортивнее человека, не отжимающегося вообще. Своего рода лучше среди худших. Как работает ложное знание? Возьмем в пример форму земли. Вам задают вопрос, земля круглая или плоская? И вы, конечно же, знаете, что земля круглая, но сможете ли вы ответить на вопросы сторонников теории плоской земли? Почему тогда мы не падаем? Почему самолеты не корректируют высоту? Почему река не пересекает экватор? На эти вопросы вы не сможете ответить, имея ложное знание. На то оно и ложное. Глава 4. Снобизм. Не будем забывать о том, что в представлении мещан идеализированный научпоп предстает пред нашим взором как способ стать умнее, как способ развиваться. Это пресловутое развитие весьма эфемерно, ибо его никак нельзя измерить. Есть развитие или нет, а также в чем оно заключается, вряд ли снобы смогут вам ответить, если их спросить. Максимум вы услышите что-то вроде «Я получаю знания, следовательно, развиваюсь». Но это утверждение ошибочно, как минимум, потому что не все знания удается как-либо навыков. Следовательно, эти знания бесполезны. Что они есть, что их нет, разницы никакой. Более того, без использования знаний на практике они имеют свойство забываться как ненужный элемент засоряющей память. Однако же, несмотря на все вышесказанное, снобы очень любят зачесть в свой список заслуг это самое развитие, как духовное, так и интеллектуальное. Они думают, что получение подобного рода знаний делает их умнее, а это быдло вокруг в силу своей ограниченности развиваться не желает. Их так стараются просветить, дать им хоть какой-то шанс стать лучше, а они отказываются. Вот ведь неблагодарные. Сами же любители научпопа по собственному мнению изо дня в день продолжают наращивать свою развитость. Но если вы вдруг встретите очередного такого просвещенного, попробуйте спросить, в чем заключается его развитость? Почему же он считает, что имеет достаточную компетенцию в том, чтобы указывать другим, как нужно развиваться? Скорее всего, просвещенный не сможет вам ответить на этот вопрос. Или же звучать это будет крайне нелепо, потому что никакого развития на самом деле нет, а все это лишь гипертрофированное самомнение и надутый снобизм. Это такой комплекс собственной избранности и превосходства над окружающими, причем мнение о своем превосходстве базируется не на каких-то фактах, а на простой вере. Главная же причина кроется в том, что им приятно считать себя лучше остальных. Вот и все, а стремление развиваться служит Снобу удобным обоснованием тому, почему же он все-таки превосходит остальных. На самом же деле, фактически такая развитость заключается в том, что Сноб думает о вещах наиболее важных обсуждает парадоксы четырехмерного пространства бесконечный или космос, как должна выглядеть Россия, чтобы в ней все было хорошо, как должно быть устроено человеческое общество и так далее. Пользы же в этом нет никакой, потому что Снобы все равно ни на что не влияют, да и компетентность их рассуждений оставляет желать лучшего. По этим причинам развитые люди похожи на пикейных жилетов из романа Золотой теленок. Смотрели ролик Шерифова про специальную теорию относительности? Шерифов это голова. А вы смотрели ролик топлиса про парадокс оскорблять Исея? Ну о чем говорить? Топлис это голова. Что бы вы ни говорили, а я скажу вам откровенно, утопия все-таки тоже голова. Мнимое величие Сноба того же сорта и уровня бесполезности, что и в анекдоте про семью, в которой жена решала всякие мелкие вопросы а-ля что они будут есть на ужин, что купить из мебели, куда поехать отдыхать и как на все это добыть денег. Муж же в семье был главный, потому что именно он решал все главные вопросы. Скажем, должны ли американцы вводить свои войска в Афганистан или пока еще рано? Снобы считают, что обсуждение бесконечности космоса говорит о большем развитии, нежели общении об играх или машинах. Почему? Потому что так считают интеллигентные люди. Ведь что может быть проще? Заучил факты сомнительного качества для интеллектуального доминирования над окружающими и при каждом удобном случае означенное превосходство необходимо демонстрировать. Да, желательно так, чтобы все поняли, что ты умный. Правда, прокатит это только, если вокруг тебя такие же плебеи и Снобы, но что подделать? Ты уже сформирован таким вот окружением. Тут либо менять ценности, либо продолжать думать, что развиваешься. И действительно, зачем интересоваться чем-то конкретным и тем более самостоятельно это изучать, когда есть такие простые способы для интеллектуального превосходства? Посмотрел научпоп, да и все. Возможно, в скором времени будут разделять даже музыку на музыку для умных и музыку для... Ааа, блять. Короче говоря, мнение о своем превосходстве над мечанами у Сноба основано исключительно на его вере в это превосходство и более ни на чем. Глава пятая. Утопи шоу. Есть у меня одна теория. Утопия это такой большой-большой тролль. Зародилась у меня эта мысль после просмотра вот этого видео. Давайте сейчас вместе его посмотрим, но немного под другим углом. Остановись те, пожалуйста. Надеюсь, вы слышали его в полуха, потому что это никакой не доктор. Это актер. Его зовут Алексей. И все, что он сказал до этого, это бессвязный научный бред с выдуманными терминами. И я бы мог просто не остановить этот ролик и многие бы не заметили подвоха. А вот и подъехал первый намек. Утопия на своем канале может нести любую хуйню и разницы никто не заметит, потому что не обладает критическим мышлением и не проверяет информацию. Да, кажется притянутым за уши, но досмотри эту главу до конца. В сегодняшнем видео я бы хотел открыть новую рубрику, в которой мы будем подробно рассказывать о когнитивных искажениях, эффектах и феноменах. Я хочу, чтобы вы знали максимум из тех интересных вещей, которые интересны и мне тоже. А начнем мы с моего любимого эффекта доктора Фокса. И вы узнаете, как вам легко манипулировать. Лекция называлась «Математическая теория игр и ее применение во врачебном образовании». Вел ее доктор, которого представили как Майрон Фокс из университета Альберта Эйнштейна. Тот самый ученик математика Джона фон Неймана, авторитет по применению математики к поведению человека, автор книг на эту тему. В общем, вы поняли. Много серьезных регалий. Тут Женя говорит, что если навесить на человека достаточно регалий, то аудитория будет более предрасположена к тому, что лектор говорит правду. Примерно то же самое можно сказать и о наших блогерах. Миллионная аудитория, положительная статистика, да и говорит еще так убедительно. Разве может такой человек нести хуйню? Не, наверняка он говорит что-то очень важное и интересное. Давайте вместо вставок с доктором Фоксом используем вставку с топлиосом. Люди слушали лекцию, кивали головой, а по завершению взорвались овациями. Ну здорово же, когда такой именитый ученый нашел время на лекцию именно для вас. И как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Только никто в зале не знал, что на самом деле это вообще не доктор. На самом деле этим человеком был дегенерат, ебучий. Шутка. Им был актер Майкл Фокс. Не Майкл Джей Фокс, который снимался в Назад в будущее, а просто Майкл Фокс. Он снимался в Бэтмене того времени, Коломбо. Но самое главное, он совершенно ничего не понимал в той лекции, которую рассказывал. Он прочитал статью в Scientific American, выписал пару терминов, формулировок и применял их рандомно, несвязанно, соединяя ими какие-то совершенно разные высказывания, а также делал ложные выводы. Смотрите, эти параллели идеально сходятся с роликом Топлеса, но слушаем дальше, ведь там намного интереснее. Судя по опросам, которые были в конце лекции, им понравилось. Электр красавчик вообще. У вас возникнет один резонный вопрос. Что, мать твою, здесь происходит? Проводим параллели с комментариями и положительной статистикой. Объясняю. 55 человек заполнили анкеты, где были вопросы, на которые нужно отвечать да или нет. Был ли материал хорошо организован? Проявлял ли докладчик интерес к теме? Стимулировал ли ваше мышление? Большинство ответов были положительными. Этот актер вызывал у них симпатию и интерес к представленной теме. В общем, люди отвечали положительно и смотря лекцию вживую, и смотря видеозапись этой лекции. Забавная фигня. А фигня действительно забавная. Эти моменты важны для понимания общей картины. Подача материала, то, как актер себя вел и как говорил, заставило поверить людей, что они чему-то научились. Хотя на самом деле, что они так узнали? Разве что набор слов? Иллюзия обучения. Вау. Мне просто совершенно нечего вам сказать. Но я буду говорить это так, что создастся обратное впечатление. Будто изрекаю гениальные мысли. И возможно, вероятно, вам даже покажется, что вы узнали что-то новое. А вот и новый намек на то, что аудитории плевать, что говорит человек в видео, и поверят они каждому слову, не став ничего проверять. Также не было прямого вопроса, вы чему-нибудь научились? Что является как бы основой, ведь именно такой вывод сделали ученые. Ну и многие другие предъявы. И как бы критики не хотели подвергнуть сомнению это исследование, у них не было настоящих доказательств. Люди продолжали цитировать и распространять. В 2012 году было опубликовано новое исследование, которое базируется на оригинальном выступлении того актера. Та же видеозапись. Те же анкеты. Только участие принимали студенты. И что ж, вы думаете, результат все такой же. Несмотря на отсутствие смысла в лекции, люди оценивают все это очень положительно. Так, продолжаем. А что будет, если убрать ответы «да» или «нет»? Ведь очень сложно ответить «нет», когда у человека столько регалий. Он великий, мать его, ученый. Формат «да» или «нет» был заменен на шкалу оценок от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Что, разумеется, не так категорично, как просто ответ «нет». Также хочется вставить свои пять копеек. Дело в том, что проводя такую лекцию в аудитории, на тебя также действует эффект толпы. То есть вживую такие речи работают гораздо лучше, нежели в интернете, потому что ты боишься прилюдно обосраться. А посему, раз все верят, то и я верю. К тому же, проводя параллели, даже без конкретных вариантов ответа, можно просто открыть комментарии для всех и каждого. Мы все равно вряд ли наткнемся на критику. Результат тот же. Больше положительных оценок. Значит, дело не в ответах. Они решили сделать ход конем и показать им запись в обратном порядке с китайскими субтитрами. И выяснилось, что вам все равно, что я говорю, да? То есть, никто видео с субтитрами не делал, если вы не поняли. Просто это можно расценить, как еще один намек на параллель между студентами в аудитории на эксперименте доктора Фокса просто удалили первые 25 секунд видео с реголеми доктора, чтобы люди знать не знали, кто перед ними показан. Ведь логично, что именно его статус заставлял людей ему верить. Хер там плавал. Процент благоприятных ответов, конечно, снизился, но все равно большинству нравилось, что происходит. Но вот когда запись смотрели студенты старших курсов, которые знали об особенности теории игр, все равно ни черта не поменялась. Да черт! И им несли полную околесицу в той теме, в которой они шарят. И они все равно отвечают, что все было норм, спасибо, клево, дайте еще. Но эти студенты, как выяснилось, прекрасно поняли, что лекция не несла смысла. Только вот они все равно оценили положительно этого актера. Какой-то бред! Может дело в самих вопросах, которые были в вопроснике. Было решено добавить парочку очень важных. Понравился ли вам докладчик и выучились ли вы чему-нибудь? И вот это как раз краеугольный вопрос. И вот теперь большинство студентов разумеется ответили, что они ничему не научились. Но им нормально. Вывод из этого эксперимента ученые сделали такой. Студенты положительно оценивали лектора, им нравилась лекция, но вопреки выводу из первого эксперимента они признали, что не обучались чему-то новому. Так что вывод оригинального исследования можно считать неверным. Такой бывает. Прошло много лет, появились новые данные, но я бы попросил остаться вас в классе и послушать еще немного. Ведь, как мне кажется, эффект доктора Фокса это не только про учеников и учителей. Все намного глубже. Исходя из вывода, что какую бы херню ненес человек в пиджаке, говорящий научными терминами, люди не увидят в этом подставу. Они не распознают ложную информацию, даже если будут чуток осведомлены о теме. Также не оставим без внимания тот процент людей, которые все-таки ответили, что они чему-то научились у того актера. И что же в сухом остатке? Метод манипуляции. Алексей! Нужно еще немного озвучить. Чушь собачья. Но вы, будущие студенты, разве сказали бы это своему учителю материалу? Очень сомневаюсь. Только вот этот текст был сгенерирован программой Яндекс.Рефераты. И, разумеется, не имеет смысла. Создается ощущение, что можно просто генерировать научные тексты и озвучивать их. Будет новый научный канал на ютубе. Да! После всех рассказов о том, что людям похуй, что несет лектор, им все равно это понравится, он делает отсылку на научпоп. Но делать выводы еще рано, ибо и это еще не все. По такому же принципу работают научные рецепты, которые лечат рак. А на самом деле это соль с добавлением мочи и арахисовой пасты. Тренинги от лайфкоучей, которые готовы вам воздух продать, и вы купите. Теории заговоров по телевидению, лженаучные лекции о том, что Земля в форме чаши, секты и многое другое. Все это можно описать как эффект доктора Фокса, ведь это типа научно, это складно, но в корне неверно. И знание об этом эффекте дает понимание, почему же все это работает и почему шарлатаны имеют огромный спрос. Все логично, ведь слово шарлатан произошло от итальянского слова шарляри, которые переводятся на русский язык как болтать попусту, зря трепать языком. Каждый из них по сути доктор Фокс. И сам Женя прекрасно понимает, что все сказанное применимо не только к мошенникам, но еще и к нашим прекрасным научпоперам, которые могут пиздеть о чем угодно, выставляя в качестве пруфов абсолютно рандомную хрень, а иногда и вовсе без источников, но все равно все это схавают, да еще и попросят добавки, скажут как было охуенно интересно и тому подобное. К сожалению, большинству людей поебать на науку и научную популяризацию. Они просто сидят, развесив уши, поглощают любые информационные помои, стекающие бурным потоком на обывателя с голубых экранов. Точно так же, как и на телевизоре. Но дальше лучше. Купуляризатор науки Александр Соколов рассказывал шуточную лекцию про дождь и эволюцию, где годы, десятилетия, годы тысячелетия непрерывно шел дождь. И нашим предкам пришлось выбираться под этот дождь на пищу. И вот здесь они встали на задние лапы. Зачем? Вот как вы видели. Во-первых, чтобы уменьшить контакт с мокрой простительностью. Только вот если бы эту лекцию зачитать где-нибудь в другом месте и не говорить, что она шуточная, то вполне можно ей поверить. На портале Антропогенез вышла статья 1 апреля. Там даже в ссылках не сайт Nature, а сайт внатуре.ком. И все равно находились люди, которые этому верили. А все потому, что очень убедительно написано. Если заниматься словоблудием, то можно нормально так запутать. Будь я шарлатаном, я бы сказал, я со своей командой проводим каждый день колоссальную работу. Если текст нашпигован терминами и звучит складно, это еще ничего не значит. И вы только подумайте, ведь эффект может усиливаться, если текст читает какой-нибудь известный человек. Мы верим актерам Моргану Фримену, когда он читает научный текст, Уиллу Смиту, Хабенскому и другим актерам, которые тему узнали за неделю до съемок. И мне, который сделал то же самое. Увидел интересную тему, в простой форме, с шуточками рассказал вам об этом, и получается, я ваш личный сорт доктора Фокса. Ведь не забывайте, что у меня актерское образование. Я манипулятор, как и множество других блогеров. То, что я призываю вас всегда проверять ссылки в описании, это тоже манипуляция. Да большинство из вас скажет, человек, который врет, он бы не стал оставлять ссылку в описании, чтобы все перепроверили. Не буду проверять, все и так очевидно. Да нет, может я именно на это и рассчитываю. Как и куча других блогеров, которые не разбираются в том, что говорят. Всегда проверяйте их и меня тоже. Ну что, вам еще нужны доказательства? Видео про бесполезную информацию, поданную красиво, про аудиторию, которая все это сожрет. Потому что им похуй, какие знания в себя засовывать. Главное, чтобы она подавалась с ярлыком наука и интересным образом. Утопия по итогу сравнивает доктора Фокса с блогерами, с собой и с научпопом в целом. Да он даже в шапке своего паблика пишет, веришь мне? Зачем? Но хомячки тупые все равно оправдаются. Но оправдывать они будут не его, а себя. Потому что, если вся эта теория правдивая, впрочем, это еще не все. Именно по ранее упомянутым причинам я в своем видео немного о блогерах назвал именно этот ролик Утопии хорошим. Он отлично демонстрирует всю действительность деградирующего Ютьюба. Кстати, о деградации и Ютьюбе. Ведь это еще не все доказательства в пользу того, что Утопия просто тролль. Дело в том, что у Топы был еще один канал под названием Дегротюб, на котором он представал пред зрителями совсем не таким, каким его привыкли видеть. Людям лишний раз пернуть нельзя и уже статья. А тут прямое нарушение с видео и всем просто насрать. Этот удивительный ебанутый мир. Люди в комментариях совсем ошалели. Они пишут Папаня, так нельзя. Нельзя детям показывать суицид. Нельзя пугать детей и резать все ножом. Вот же тупорылые твари. Они же как раз все это бойкотируют. А если вам не дано понять иронию, то идите нахер. Ну здрасте. Вы сюда пришли не просто так. Нет-нет-нет-нет-нет. Вы зависимы от деградации. Ну тихо-тихо-тихо-тихо. Я знаю, что тебе нужно и я твой поставщик. Открывает наш ебанутый цирк видео под названием Обычная еда против мармелада. Вот что, блядь, это за тенденция. Смотреть на то, как нож режет. Ну просто охуеть. Давайте смотреть на то, как самолет летит. Или как говнище смердит. А лучше на то, как моя жопа горит, блядь. В пиздушке на джаватарку и шапку свою придумать не можете. Полная копирка мистера Макса. Кажется, кажется, назрела рифма. Стоп, тысяч ты пищ? И парню нас саленые блища. Макс, я желаю, чтобы ты был здоров, чтобы ты был счастлив. Смотрите, он как бы говорит, мам, мне вообще похуй. Давай я тебе лучше в лицо выстрелю. Ну это же охуенно. Такой человек вполне мог бы классно протрулить научпоп. Справедливости ради следует упомянуть, что сам Женя говорил, будто это всего лишь озвучка, а видео делал другой человек. Что все это был образ, а на самом деле он не такой. Так я о чем? Это мое последнее видео. Звучит дохуя пафосно. Прямо как Марьяна Ро уходит с Ютуба, но всем плевать. Не волнуйтесь, канал останется. Более того, деградация будет и дальше выходить, только это будет уже новый сезон и будет уже не мой голос. Да, я понимаю, будет сложно привыкнуть, но просто представьте, что вы смотрите сериал и озвучка, к которой вы привыкли, закончилась. И пора уже наконец раскрыть карты. Я всегда говорил, что мне плевать на вас и иногда нелестно высказывался. Разумеется, это всего лишь образ. Разумеется, я не такой озлобленный по жизни и совершенно точно, я не школьник, которым себя выставлял. Но в любом случае, это было весело. Уход мой связан только с тем, что я не хочу быть неискренним. На последнем выпуске я понял, что теперь выдавливаю из себя шутки. И вы это тоже прекрасно понимали. Если Женя всего лишь озвучивал, зачем тогда надо было представлять нового ведущего, который еще и все остальные видео делает сам? Непонятно. Впрочем, повторюсь, это всего лишь теория, потому что я знаю, что фанаты к утопе будут говорить «Это все неправда, ты врешь, что по-хорошему, он делает качественный контент» и так далее. Разумеется, его фанаты не захотят в это верить, потому что если эта теория правдива, то получится, что фанаты топы просто говноеды, которые оказались затроллены и монетизированы Евгением. Если же это действительно правда, то с уверенностью могу заявить «Женя, ты гений, я твой фанат». Я понимаю, что фанаты научпопа и утопии в частности тупые, как ебаный фартук, но перед тем, как говорить, что он всего лишь был актером озвучки и вообще, что все это образ, подумайте, а не пиздит ли он? Нет, серьезно, просто представьте, что вы не знаете, где правда, а где ложь. Серьезно, это возможно. Вы этого не знаете наверняка, вам просто хочется в это верить, поэтому когда он говорит то, что вам хочется слышать, он искренен, а когда он в образе и обсирает вас, он пиздит, конечно. И на основном канале он тоже просто вошел в образ, так просто невзначайно микнув, что вы жрете говно. Ах да, вы же еще любите говорить, что утопия не научпоп-блогер, он сам это говорил, но попробуйте хоть раз включить голову. Он в ролике про ложь сам причисляет себя к научпоперам. У него в паблике написано, что утопия шоу это научно-популярный канал. Ну с шуточкой, блядь! Он сидит в паблике научпоперов, где его выставляют в недельные топы, посвященные научпопу. Плюс он сам рекламировал это сообщество. В конце концов, он делает научпоп. Но он же сказал, что он не... Да идите вы нахуй! Может поэтому он не хочет причислять себя к этой когорте научпоперов, потому что ему просто за них стыдно или стыдно за то, что он просто троллит всех. Кто его знает? Глава шестая. Как можно улучшить научпоп и немного как говорилось в первой главе, способ популяризации науки в том виде, что мы имеем на данный момент, весьма сомнителен. И раз ничего нового в науке уже не придумаешь, будучи обывателем, разумеется, то можно изменить подход к ее популяризации. Что я могу предложить, учитывая стремление научпоперов развить критическое мышление у своей аудитории, а также пробудить в ней интерес к науке? Попробуйте разрабатывать самостоятельные гипотезы от простых до сложных для своей аудитории, которые бы имели право на жизнь. Хотя бы. Если же вы хоть немного разумнее челиков с РЕН-ТВ с их гипотезой про рептилоиды Гитлера, то вы вполне сможете удачно реализовать эту идею, ведь для нее необходимо маломальски разбираться в науке. Попробуйте время от времени разрабатывать гипотезы разной степени сложности, которые ваша аудитория должна будет либо доказать, либо опровергнуть, получая за это какую-нибудь плюшку в виде сигны от любимого научпопера, подарка, денежного приза, да чего угодно, на что хватит фантазии. Это бы, на мой взгляд, могло стать побудителем к хоть какому-то погружению в науку. Тут и повыебываться можно, проявив себя и получить что-то за свои труды, чем тебе не мотивация, да и как способ популяризации может быть не самым плохим. Но для этого нужно углубленно разбираться в науке. Но вы же как раз именно такие. Вы же сами без посторонней помощи упрощаете сложную информацию, посему для таких просветителей это не составит труда. Схема создания гипотезы будет условно следующей. Начнем с простого. Я думаю, что могу определить интеллектуальный уровень человека по форме его черепа. Возьмем в пример общественного деятеля и политика Валуева Николая Сергеевича. Выпуклые надбровные дуги, массивная широкая челюсть и тому подобные вещи говорят о низких интеллектуальных способностях. И действительно, так оно и есть. Выходит, френология это лучшая наука, а Ломброза гениальный ученый. Не самые сложные по мысли гипотезы и опровержения уже существуют, но сможет ли аудитория критически осмыслить информацию и понять, где правда, а где ложь? Как-то раз я наткнулся на блогера под псевдонимом Макар Светлый и он принялся объяснить эффект взрыва из эксперимента Тимон Чейвза. Всем привет, меня зовут Макар Светлый. Знаете, на ютубе есть ролики с содержанием, ориентированным на любителя. И в целом, результат таких, с позволением сказать, экспериментов можно легко предугадать и они не представляют какой-то научной ценности. Однако, бывают и редкие исключения. Так, на канале Тимон Чейвз 15 марта было опубликовано видео В этом видео автор выливает расплавленную медь в ёмкость с водой. При этом был зафиксирован крайне интересный физический эффект. Сам автор ролика говорит, что не знает, как можно объяснить этот эксперимент. Так что, я попробую сделать это за него. Итак, для начала сформулируем гипотезы. В комментариях к этому выпуску многие начали писать, что эта реакция меди с водой это хорошая гипотеза. Дело в том, что медь практически не вступает в реакцию с водой. Используют в своём эксперименте жидкую медь. Нежидкая, расплавленная. В этом и суть взрыва. Химические реакции тут практически не будут происходить. Гипотеза с водородом никак не объясняет мелкодисперсные частицы меди. Да, кто-то ещё предположил, что из-за такой высокой температуры меди вода начинает распадаться на водород и кислород. Но эта гипотеза, к сожалению, тоже не верна. Когда медь попадает в воду, происходит интенсивная передача тепла в воде. В результате чего происходит обильное образование пара. Взрыв происходит не поэтому. И, наконец, рассмотрим наиболее достоверную, на мой взгляд, гипотезу. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Скажите, как вам такой формат? Может, вы ещё знаете интересные эксперименты, которые я могу разобрать? Как вы, возможно, поняли проблему Макара в том, что он тупой. Все 10,5 минут он потратил на неверные гипотезы, которые сам же и отторгают. А по итогу говорит наиболее вероятную, но тоже неверную. А я напомню, название видео объяснение эффекта. Но всё, что получает зритель, это «Это произошло не поэтому и не поэтому. А может, вот поэтому? Но я не уверен». Заебись, научпоп, братан, продолжай в том же духе. Похлопаем. Это пример того, как гипотезы делать не нужно. Давай я тебе объясню, что произошло и сделаю это простым языком. Взрыв на видео это пар. Дохуя нагретый металл льётся в воду, вода моментально превращается в пар, а сопровождается это резким увеличением объёма и давления. Всё. Однако же крутость Сабжа не мешает ему иметь такую хорошую статистику. Также он из ролика в ролик сетует. «У, бля, сняли монетизацию! Монетизацию сняли, говорю! А я напоминаю, что мне монетизацию сняли! Распространите максимально эту информацию! Да, блядь, этот чувак свою монетизацию популяризирует чаще, чем науку! Блядь, и хочется задать вопрос аудитории научпопа. После всего, что вы увидели, вы реально думаете, что таким долб***м можно доверить популяризацию науке? Я не понимаю, нахуй! Я не понимаю этого! Глава седьмая. Научпоп. Антиреклама науки. По большому счету, если ты не занимаешься, например, физикой, то знающий человек может тебе рассказывать любую хуйню, и ты не сможешь ее проверить, потому что не разбираешься. Наука – это экспертное поле знаний, и чтобы ее понять, нужно учиться. В ином случае, вы просто будете бродить по поверхности и не сможете пробраться вглубь. Например, для того, чтобы начать свое погружение в мир физики, нужно знать как минимум высшую математику, потому что изучать физику, не освоив математический анализ, дело бесполезное. Не зря тот же Вобединский является репетитором и по физике, и по математике, ибо он знает, как связаны эти две науки. Но зачем-то для своего научпоп-канала выбрал физику, ведь толку с ее популяризацией не будет, так зачем? Разве что заработать денег на толпе и снобах. Я думаю, он прекрасно понимает, что дальше развлечения это не зайдет, ибо, как я уже сказал, наука – это экспертное поле знаний, и для того, чтобы ею заниматься, нужно очень много всего знать и, что важно, понимать. Посему можно сказать, что научпоп действует как антиреклама науки, потому что преподносится как развлечение, а иногда даже может сложиться впечатление, будто наука – это что-то простое. Хотя у людей, которые будут развлекаться за счет науки на практике, больше шансов покалечить себя, нежели повысить уровень эндорфинов. От простого объяснения наука проще не становится, это сложно, и если популяризировать науку такими методами, то какую аудиторию мы получим? Что будет, если дебилы массово начнут интересоваться наукой? Научпоп! Ладно, на самом деле можно привести другой пример. Скажем, со словами дебил, даун и тому подобными, которые изначально задумывались как медицинские термины, а после превратившиеся в вейблизм. С вузовским образованием еще можно повысить уровень понимания, но в научной популяризации нет, ибо для понимания той же физики без математического изложения что-то донести очень трудно. Популяризация науки путем интересной ее подачи допустим, но что произойдет, когда человек, которого заинтересовали подачей, придет в науку? Он столкнется только с неинтересными формулами, теоремами, правилами, потому что наука это информация, а не подача. Это не сказка, не роман, и даже не ролик Соболева. Здесь нет интересной для обывателя информации. Максимум, на что способен научпоп, это только уменьшить количество гомофобов, будущих и тех, кто верит во вред ГМО. Но на количестве тупых людей это никак не скажется. То же самое можно сказать и про другие научные дисциплины. Например, химию. Есть такой канал под названием Химия Айкакпроса, который является чем-то в среднем между Тимон Чейвзом и теми видео, в которых засовывают всякое говно под пресс и смотрят, что будет. Плюс, такие же развлекательные видео с общедоступной инфой обо всем подряд и доступом к лаборатории, с помощью которой он показывает разные прикольные штуки, которые годятся только, чтобы развлечься, но никак не в роли научпоп-контента. Как минимум, по той простой причине, что доступ к лабе и реагентам обывателю недоступен. В следующем видео вы должны обучаться на химико, как минимум, и только тогда вам будут доступны те прикольные штуки. В ином случае это просто развлечение и заработок, но никак не научпоп. Ну да ладно, что же мы все о плохом, давайте поговорим про хороший научпоп. Глава 8. Нормальный научпоп. Для начала, вот пожалуйста, канал человека, объясняющего математику, как говорится, простым языком. Наука, как она есть, доходчиво доносит информацию, чтобы ты мог понять тему. В отличие от всех этих популярных учебков научпоперов, этот человек занимается математикой на протяжении 15 лет. Он не просто посидел несколько минут в википедии и пересказал факты. Он изучал математику и способен ее объяснить. Просто и доступно, как, что и почему. Использует свой многолетний опыт для самостоятельного упрощения информации. Но почему же, в отличие от остальных научпоперов, он не так популярен? Вот блять, 15 лет занимаюсь математикой, хуй знает. Первое, что бросается в уши, это конечно же звук. Не хватает основных критериев интересности видео, давайте попробуем ему их добавить. Это музычка и улучшение звука. Итак, в этом видео разберем скалярное произведение Викторов. Я, если честно, в душе не ебу, что оно себя представляет в плане геометрического смысла, ну так, чтобы можно было пощупать, потрогать, но вычисляется оно по двум формам. Второе, этот мужик занимается математикой дольше, чем живет на этом свете большинство любителей научпопа, и его возраст сказывается на его внешнем виде. Давайте попробуем придать ему внешний вид современного плюстителя науки и просветителя. Так, Женя, одолжи-ка, пожалуйста, мне свою прическу. Так, сюда, и... бля, если по-другому. Третье, и самое главное, этими знаниями нельзя покозырять в обыденных беседах, чтобы показать весь свой недюжий интеллект. Ведь по дегенеративным устоям, именно это является показателем ума. Четвертое, не хватает очень смешных шуток про... Причина пятая. Сама дисциплина непопулярна. На математику нельзя посмотреть, нельзя сделать из нее что-то красивое, как, например, в химии или физике. Где ты можешь, как урбокс-канала Химия Ай, как просто показывать всякие прикольненькие такие химические реакции и приправлять ее инфо из Википедии, чтобы хоть чем-то отличаться от того же Тимон Чейвза. Второй научпопер, Дробышевский. Российский антрополог и научпопер. Основная деятельность, лекционы, занятия, а может еще и практику провести. Пишет и помогает писать учебные пособия по антропологии, археологии и антропогенезу. Принципиальная разница между ним и другими научпоперами в том, что он не использует уже готовый источник информации. Он создает свой. Также этот портал вдохновил некоего Константина Задорожного создать школьную энциклопедию от обезьяны к человеку. Тот самый случай, когда научпопер действительно вдохновил человека, да не абы на что, а на научную работу. На мой взгляд, именно такие люди должны популяризировать науку, потому что как минимум обладают компетенцией в этом вопросе, а как максимум способны создавать что-то свое. В эту главу также можно занести сайт Шерифова по подготовке к ЕГЭ, но так как сам сабш тратит на информацию в роликах меньше всего времени, уделяя его обертке цвет жестикуляции, графин и т.д. Назвать его хорошим научпопером у меня язык не поворачивается. Максимум не самый всратый из них. Также, раз уж глава посвящена хорошему научпопу, можно высказать плюсик в пользу оного. Научпоп действительно дает некоторые знания, быстро, в сжатом и понятном виде. Это и нужно обывателю. Чтобы знать, почему небо синее, ему не нужно изучать принципы дисперсии света. Ему бы хотелось получать информацию в сжатом виде, пусть и не полную. Если бы не порекомендовали в ютубе, то никогда бы на эту информацию и не наткнулся. Как увидеть рекламу пива. Прикольно, но я не пойду пить пиво и изучать, как его варят, только потому, что я увидел рекламу. А закончить эту главу можно шуткой. Сколько нужно научпоперов, чтобы починить табуретку? Нисколько, потому что все они бесполезны. Мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый знак, мягкий знак, твердый хуй. А что же делать, если научпоп исчезнет? Как тогда становиться белым человеком? А я вам скажу, ищите нужную вам информацию. Все. Заходите в гугл и ищите то, что вы хотите изучать. Есть вам книги про квантовую механику, про бухло, про общение с людьми, история. Развивайся не хочу. Можно слушать аудиокниги, пока играешь в игры. А для прослушивания аудиокниг вы можете посетить этот телеграм-кан... Ладно, шучу. Никто у меня рекламу не заказывал. Жаль. Классная была бы интеграция. К тому же, у каждого человека свои интересы. Тот, кто любит психологию, давно изучает психологию. Тот, кто любит член, давно просвещает людей. Самостоятельно вы информации получите намного больше, чем вам скажет любой научпопер. Если же вы еще учитесь в школе или уже поступили в университет, слушайте своих преподавателей. Кстати, об этом. Многие при сравнении научпоперов с учителями ссылаются на то, что последние, дескать, не харизматичные, а научпоперы очень классные и хорошо подают материал. Вот вам несколько причин, почему учителя не такие классные. Причина первая. Отсутствие энтузиазма в силу того, что они не один год обучают всяких долбоебов, которые не ставят им лайки, не пишут приятные комментарии, не проявляют никакого интереса к предмету и вообще иногда ведут себя как животные. Второе. Для них это работа. Рутина. Каждый день рано вставать, приходить на работу, работать с людьми. Бэээ, мерзость. А научпоперы же в свою очередь делают ролики в любое удобное для себя время, когда хотят и о чем хотят. Третье. Вы сами все это слушаете, проснувшись рано утро, придя туда, куда приходить не хотели. Ну серьезно, все это ведь тоже влияет на восприятие информации. Четвертое. Учителя не выбирают темы, которые вам рассказывать. Они следуют школьной программе, без монтажа и всех подобных прелестей, в то время как научпоперы имеют подобное преимущество. Конечно, если же ваши учителя наглухо отбитые, неадекватные люди со знаниями и харизмой вонючего носка вещают по одному слову в 7 секунд, невнятно и вообще на другом языке, то все равно самостоятельно изучать информацию намного лучше и эффективнее. Плохие учителя не аргумент в пользу научпопа, потому что самостоятельно изучать информацию все равно лучше. Научпоп лучше плохих учителей только для тех, о ком пойдет речь в следующей главе. К тому же, аудитория, которой, что важно, нахуй не нужны знания, конечно, будет рада научпоперам, ведь они вырежут из годового курса, скажем, биологии все сложное и неинтересное, оставив только поверхностную хуйню, в итоге абсолютно ничему вас таки не научив. Таким людям не нужны знания, им нужно шоу, зрелище, иначе толпу не привлечь. Да и нужно ли это делать? Особенно в отношении науки. И да, хочется сказать, я не защищаю наше образование, оно хуевое, но научпоп не лучше. Уж лучше слушать учителей и получить за это хотя бы корочку, чем слушая научпоп получать ложные знания. Глава 10. То, что может полностью оправдать научпоп. Кто хочет быть таким любознательным, что хочет все-все-все знать и чтоб максимально просто и понятно, правильно, дети. Действие, которое способно полностью оправдать научпоп и снять все существующие с него претензии, объявить, что твой контент ориентирован на детей. Ведь давайте подумаем, кому может быть интересно подобное всестороннее поверхностное развитие. Кто обычно задает максимально простые вопросы в стиле «Почему небо голубое? Что там в космосе находится? Почему трава зеленая?» и довольствуется максимально простыми ответами. Правильно, дети. Их привлекает такой простенький и красочный видеоряд, простые объяснения, глупые и простые шутки, нежный голос научпопера, простая манера повествования и мой ч... Как, например, делает шерифов. Делая научпоп для детишек блогер может не задумываться над ценностью информации, не нужно особо стараться для создания такого контента, а просто отвечать на часто задаваемые детьми вопросы, ибо ими нередко движет любознательность. Такой ход полностью бы оправдал научпопера и придал его деятельности хоть какой-то смысл, помимо зарабатывания денег. Детский контент на ютубе всегда был уёбский, чтобы просто рубить бабки, и никто из них не претендует на что-то большее, кроме развлечения для детей. Я сомневаюсь, что отец мистера Макса когда-нибудь заявит, что он занимается творчеством и не дай боже образованием кого-либо, кроме педофилов. Такая вот амнистия заявил, что делаешь всё для детей и претензий больше не будет. Это как подписать контракт с Blackstar. Ты отказываешься от каких-либо амбиций, творческого развития и не претендуешь на что-то большее, нежели заработок. Глава 11. Немного протрешь Смеша. Основная проблема Смеша в том, что он не понимает, что такое троллинг, мемы. Это когда какое-то событие, высказывание или просто образ начинает активно форситься, если говорить по-простому. Такие люди думают, что троллинга сложнее «ты хуй» не существует. Они верят, что Мэдисон король, ванамаз философ, панасенков бог, маэстро и так далее, отчего у них и пригорает задница. Не понимая этого, Смеш считает это лженаукой и по сути делает свои видосы, основываясь на банальном троллинге. Трэш Смеш это своего рода Жириновский и Милонов от мира политики. Его положительная статистика обусловлена тем, что его особая аудитория понимает, что Смеш это просто фрик и они не хотят, чтобы он перестал радовать их очередным разоблачением панасенкова и невзорова. Чтобы вы понимали, я вкратце расскажу о том, кто такие панасенков и невзоров. Первый является типичным научным фриком, которого выперли с последнего курса из ТФАКа МГУ. Сам же Евгений аргументировал это тем, что... Я честно писал диплом, даже не просто диплом. Я единственный студент, кто опубликал за всю историю ТФАКа монографию в больше 400 страниц на научных источниках и они назначают неделю дипломной сессии. У меня за два месяца висит везде афиша, потому что я еще, ты знаешь, у меня хобби я тянорю, пою. У меня все это афиша, у меня концерт 1 июня 2004 года, концерт. И эти подонки мне на 1 июня ставят защиту диплома на время концерта и все недели, когда было возможно. Отменять здесь это себя не уважать, это играть с шулерами. Это как выбор, это играть с шулерами. Я не пошел. Более того, я даже не забрал у них аттестат. Во-первых, сама монография имеет не более 40 страниц и по факту нахуй никому не усралась, что обусловлено минимальным на тот момент тиражом. Хотя, зная о том, как Панасенко впескует свое ЧСВ, его аудитория потворствует заботливо этому в комментариях под его работой. Во-вторых, Евгений забыл упомянуть, что пересдачу-то никто не отменял, но, пожалуй, и этого хватит для понимания того, что же из себя представляет этот Давидович от Мира Научпопа. Люди давно уже поняли, что Евгений из себя представляет, посему просто развлекаются за счет его фриковости. Ну, давайте же послушаем, что про него говорит Смэш. Я уже как-то рассказывал об антипремии Врал, премии за вклад в российскую лженауку. Так вот, в 2018 году в число номинантов записался один высокий, невероятно талантливый, успешный человек, чьим актерским способностям мог бы позавидовать сам Станиславский. Этот дебил не может даже правильно его фамилию произнести. Блин, что взять от Научпопера? Кто-то из преданных хомячков или свободных наемников принес на балкон зрительного зала мегафон. Да-да, обычный мегафон. И закрепил его велосипедным замком. В час икс мегафон начал воспроизводить запись ни много ни мало гласом божьим. И это не издевка. На канале Панасенкова так и написали. Вы ощущаете этот уровень скромности нашего мэтра? Даже на этапе голосования кто-то устроил масштабные ДДОС-атаки на сайты Антропогенез и премии ВРАУ. 24 миллиона обращений. Кстати, забавный факт. Видео называется Методы манипуляции в АУЖ науке. Хотя, упомянул он только дебаты. Да и то сам сманипулировав. Типа, дебаты нужны только для манипуляции? Конечно. Нахуй дебаты. Теперь же вкратце о том, кто такой Невзоров. Хейтер всего и вся. Как и предыдущий САПШ, обладает непомерным ЧСВ и хамством. Очень сильно жаждет популярности, посему часто вытворяет всякую дичь, дабы привлечь к себе внимание. Тут вам и обучение лошадей латыни, пылкая страсть в отношении последних, уже упомянутые поливания грязью всего на свете, да и в целом эпатажное поведение. Готов сделать и сказать любую хуйню, лишь бы его заметили. Но по очевидным причинам имеет статус монографии Панасенкова, то бишь нахуй никому не нужен. Теперь же послушаем, что про него говорит Смэш. К слову, об остроте языка. Кое-какие навыки в риторике Евгений явно отточил во время близкой дружбы с гораздо более известным медийным господином Александром Глебовичем. Стенон Энгельс Дикар Меломарк. Любое выставление такой вот эрудированности, да и даже слова о собственном росте или аристократическом происхождении для раздавания публичного авторитета сгодится абсолютно все. И сильное искажение информации, как это можно было видеть на примере его давнего конфликта с порталом Андропогенез Хру. Он и вовсе начал транслировать очень странные мысли об исторической науке в целом. А история вообще не является наукой, потому что мы никак не можем воздействовать на прошлое. Я думаю, что на этом можно закончить с одним простым выводом. Смэш это научный прик, толком ничем не отличающийся от маэстро и журналиста Каньоба, разве что своей тупостью и научпоп-каналом. Хотя мог бы спокойно, как Утопия, Лидин и им подобные заниматься разоблачением паранормальных явлений, где вероятность обосраться минимальна, ибо нет в науке ничего проще, чем разоблачение стереотипов, мифов и прочих таких вещей, хотя на это способен даже Николай Соболев. Ну, от Смэша ожидаем критику Спанчбоба. Глава 12. Аргументы в пользу научпопа. В этой главе я выскажу те аргументы, которые высказывались моими друзьями, подписчиками и просто знакомыми в пользу научпопа и постараюсь на это ответить. Первый аргумент звучит так Ты не прав. Второй аргумент Научпоперы и не отрицают, что они являются ретрансляторами чужих мыслей и работ. Но тогда в таком случае хейт в их сторону полностью оправдан и было бы тупо оправдывать хейт тем, что стало его источником. То есть, если вы снимаете говно, то фраза Ну, да, я снимаю говно, я в курсе, вас не оправдывает. Наоборот, она оправдывает хейт а не автора, на которого он направлен. С каких пор вообще чистосердечное признание стало поводом для оправданий? Это ведь только смягчает приговор а не вовсе его отменяет. Аргумент третий Как ужасно было бы жить в мире, где не с кем поговорить о поэзии, о живописи, о политике, где каждый знает только то, что ему нужно для дела? Я решил использовать эту цитату Ватсона вместо сомнительно сформулированного вопроса одного моего товарища. Во-первых, забудем о том, что в таком мире культура дискуссии, этика и ценности были бы другими. Бушмены, например, не особо-то и переживают из-за того, что не могут разглагольствовать друг с другом. И да, это нужно объяснять, это не всем очевидно. Есть люди, которые используют подобные аргументы, глобализируя их. Во-вторых, если люди станут общаться по принципу научпопа, то такое общение будет сводиться к пересказу поверхностных фактов друг к другу, приправляемых некомпетентным рассуждением. Ибо научпоп не углубляется в суть темы, а берет все самое простое и убирает сложное. Для таких людей и появляются видео и книги в стиле «Мировая история с фактами за 15 минут», «Краткий пересказ литературы», «Виктор Гюго», «Человек, который смеется», «Краткий пересказ», «Всего 3 минуты», половина из которых рафляны». Если же это делается ради общения с людьми, чтобы всем показывать, какой ты классный и умный, то задумайся, а может ты просто ебаный снов? Аргумент четвертый. Я вот поступил на химию после просмотра канала «Химия как и просто». Но личный опыт не может являться аргументом в пользу научпопа. Если Архимед придумал свой закон валясь в ванне, Ньютон после получения въебальника от яблока, а Менделеев придумал таблицу во сне, это не значит, что сон во время принятия ванны под яблоней будет являться аргументом в пользу науки. Это же бред. Я вот срать захотел после просмотра видео Топлиса. Это что значит? Что нужно смотреть его, блять, для улучшения пищеварения? Лук пилзя в крови до. Хе. Основная часть закончена, теперь можно и поразглагольствовать. То есть обсудить те моменты, которые тоже важно упомянуть, но для отдельной главы они слишком малы. Нередко полученные из научпопа знания дебычи хотят во что-то конвертировать. Мол, я что, зря знания получал, время тратил? И посему обычный разговор нередко любят свернуть на тему, в которой могут блеснуть, преобразуя тем самым знания в ощущение «как же круто я сейчас поддонулся!» Или невзначально начать беседу о чем-то, что услышали в научпопах всяких, даебывая нас услышанными размышлениями. Это из той же когорты людей, которые, когда выучат новое слово, пытаются его везде впихнуть. Современный. 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 Самоутверждаются за счет людей, которым это неинтересно, ведь таких всегда можно назвать дураками, ноучпоп-контента является Вассерман. Идиот, который знает все. Бездонная копилка сведений разного уровня бесполезности. Знания из ноучпопа похожи на инструменты, которые Анатолий хранит в своих бесчисленных карманах. Всю суть можно описать в трех секундах. Вы ведь еще ни разу этим не пользовались. Не пользовался. Знает Вассерман действительно очень много, но что толку, если он не способен анализировать информацию, говоря, что Сталин это хороший персонаж, бога нет, потому что теоремя Гёделя, а потом еще и Путину продается. Я научпоперов слил без знаний, без охотов. Обращаюсь к тебе, маленький любитель научпопа, который уже придумал тысячи оправданий для себя и либо написал некоторые из них, либо только собираясь за это сделать, знай, это ничего не изменит. Да, тебе достаточно всего одного аргумента, чтобы оправдать себя. Это может быть унижение меня посредством упоминания внешности, голоса, количестве подписчиков и просмотров, поставленный дизлайк. Можешь подменить понятие и сказать, будто я быдло, которое определяет, какие знания важны, какие нет. Да и что вообще мне просто оставаться дураком без знаний? Что я просто хочу похайпить? Можешь сказать все, что угодно. Даже то, что я якобы огородился от хейта, выставив мамкиных критиков простыми хейтерами. Ты можешь придумать любую причину, но помни, раз у тебя сгорела жопа после услышанного, не значит ли это, что я метко уколол тебя в болезненную точку? И постарайся вздуматься, а может я действительно прав? Тише, тише, сделай глубокий вдох и медленно выдохни, активизируя парасимпатическую нервную систему, чтобы успокоиться. Я пошутил. Это была просто шутка. Каков можно подвести итог? Говно ваш, научпоп. Вот и весь ответ. Субтитры сделал DimaTorzok